Всем привет! Добро пожаловать на YouTube канал Вулл Хокки. 11 февраля 1979 года является очень значимой датой в истории советского хоккея. Именно в этот день сборная СССР сыграла решающий матч на Кубке Вызова против команды звезд НХЛ. В данном видео вы сможете посмотреть данный матч целиком. Первый период и начало второго периода будет комментировать Евгений Майоров, а с середины второго периода и до конца матча вы услышите комментарии Николая Озерова. Евгений Советского Союза и командой всех звезд Национальной лиги профессионального хоккея НХЛ. Знаменитый канадский игрок Жан Белево получил право бросить шайбу капитана команд Кларк и Михайлов. Шайба вброшена, сейчас начнется встреча. Жан Белево желает успеха участникам этой последней встречи. Знаменитый бомбардир, в прошлом один из лучших профессиональных игроков Канады. Да, сегодня третий матч. Соперники выиграли по одному разу 4-2 сборная НХЛ и 5-4 сборная Советского Союза. Третий матч решит судьбу Кубка Вызова, как его здесь называют. Ихи сегодня быть не может. Никаких подсчетов заброшенных и пропущенных шайб. Если три периода не выявят победителя, будет назначен четвертый и будут играть до гола. Если и в этой четвертой двадцатиминутке не будет заброшена шайба, будут играть до гола, хоть до утра. Словом, Кубок сегодня будет вручен победителю. Последнее приготовление. Через несколько минут начнется матч. Тренеры команд сегодня сделали небольшую перегруппировку сил. У нас, к сожалению, не играет Харламов. Он более сегодня потренировался, но играть не может. И нет Владимира Голихова, успешно игравшего здесь в двух встречах. Он получил травму. Сегодня в воротах Владимир Мышкин, наш молодой игрок, выступающий в этом сезоне. Хорошо. Сегодня у него серьезные испытания. Сегодня тренеры перегруппировали тройки нападения. Так Александр Голиков играет сегодня вместе с Михайловым и Петровым. А тройка собрана молодежи. Играет Тюмерев, Ира Гемаев из уфинской команды Салават Юлаев. И вместе с ними Макаров. Ну, естественно, если не все будет получаться, какие-то будут дальнейшие изменения. И изменили свой состав и все звезды профессионалов НХЛ. Команда будет играть в воротах. Стоит Чиверс, 30-й номер. Играет команда с пять защитников, включая Потвина и 13 нападающих. Нет Диона и нет Шата. Влом брошено все для сегодняшней игры. Итак, матч сейчас начнется в воротах. Профессионал НХЛ Джерри Чиверс, 30-й номер. Игрок Бостон Брюнс. Ему 38 лет. Недавний участник матча с командой Крылья Совета. Встречу сегодня судит Анди Ван Хелемонт на поле. Помогают ему Клод Беккарт и Леон Стикл. Стартовый состав вам известен. У нас играет Михайлов, Петроп, Александр, Голиков, Стариков и Василиев в воротах Мышкин. В команде всех звезд НХЛ играет Макдональд, 8-й номер, Кларк, 16-й. В защите Сальминг, 26-й. Видимо, это стартовая шестерка. Джерри Чиверс, месяц назад в составе команды Бостон Брюнс. Он отлично защищал ворота в игре с командой Крылья Советов. Вбрасывание. Шайба вышла в среднюю зону. Голиков. В первых же минут очень жесткая борьба. Бросок в воротах. Ответная атака. Сборная НХЛ. Макдональд. Рядом с ним Василиев. Шайба прижата, свисток арбитра. Руббрасония в зоне сборной Советского Союза. Да, думаю, нелегкое сегодня будет испытание для нашего Владимира Мышкина. Хотя у него уже есть опыт выступлений за сборную Советского Союза, но, конечно, недостаточный. Играл он и против профессионалов в составе Крыльев Советов в этом году. Играл очень уверенно. Надежно защищал ворота и во время турне сборной Советского Союза по США и Канаде в декабре прошлого года. Демаев, бросок. Белелетнинов. 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 Это перо с шайбой. Рюклер. Выбрасывание будет, игра остановлена. Выбрасывание в средней зоне. Сборная «Инханел». На льду пятерка Ульфа Нильсона. Робинсон. У нас пятерка Жлуптова играет. Ульфа Нильсона. Жлуптов. Встреча с победой К advantage. Перед dau. Продолжение следует. 12 номер Ульф Нильсон. С этими хоккеистами хорошо знакомы наши любители спорта. Они выступали в свое время и за сборную Швеции. Затем играли в профессиональной команде Всемирной хоккейной ассоциации Виннипек Джетс. Вместе со знаменитым Бобби Халлом. И вот первый сезон играют за профессиональный клуб NHL New York Rangers. Защитник Бек посылает шайбу в зону Владимира Мышкина. Васильев, он был признан лучшим защитником второго матча, лучшим игроком в советской команде. Куринская пятерка играет против пятерки Троттье. Куринская пятерка играет против пятерки Тротка. Котлин. Вне игры. Напрасно бросал поворотом. Амайка боси. Счет пока не открыт. 0-0. У хозяев в поле вышли на лед. Токийской пятерки Кларка. У нас пятерка Владимира Петрова. Это два тренера слева Виктор Тихонов. А справа Скотти Боумен. Робинсон. Ну что ж, на первых минутах трудно отдать какой-либо из команды предпочтение. Обе очень строго играют в обороне. Поэтому преодолеть плотный заслон не так-то просто. Пока надежно действуют и вратари. Робинсон. Петрова бросает шайбу в зону соперника. Покидают ворота. Чиверс помогает защитнику завладеть шайбой. Это был Серж Савар. Первый кин. Михайлов можно бросать в воротом бросок. Одевает Чиверс шайбу. Ее подхватывает Робинсон. Робинсон. Вновь шайба у левого крайнего Гейни. При первой возможности. Хоккеисты НХЛ бросают по воротам. Бег. Бег. Петрова. Вне игры. И вновь смена составов. В высоком темпе началась встреча. Команды стараются его поддерживать. Вообще надо отметить, что и две предыдущие встречи прошли просто в высочайшем темпе. Просто удивляешься, как хватает сил у хоккеистов на таких высоких скоростях проводить весь матч. Справедливости ради надо сказать, что все-таки канадцы, вернее хоккеисты НХЛ, во втором матче в третьем периоде выглядели уставшими. Пятерка Желубкова играет в сборную Советского Союза у команды НХЛ. Пятерка Нимсена. Вместе с ними двадцать первый номер Маккорт из команды Бостон Брюинс. Пропустим. Вал, Дарис, можно бросать. Бросок к воротам, шайба попадает. Чиверс, еще один бросок. Защитники ликвидировали опасность около своих ворот и ответная атака команды НХЛ. Хэтберг отправляет шайбу на левый франц, а там никого нет. Стариков. Потвин. Потвин. Пропустим. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь ходит запасных с сборной НХЛ. Вновь Медисон Скляргарден заполнен до отказа 17,5 тысяч зрителей. Внимателен очень Владимир Мышкин готовится принять участие в игре. Прилетели. Свисток арбитра. Игра остановлена. Это Владимир Голиков и Валерий Харламов. Сегодня не участвуют они в матче. У обоих травмы. Владимир Голиков отлично провел оба матча предыдущих в забросе по шайбе. Вовремя покинул ворота Мышкин. Лефлер. Бросок к воротам. Мышкин убивает шайбу. Правильную позицию выбрал наш вратарь. Закрыл ближний угол. Шайба не попала в ворота. Шайба. Петров. Бабинов. Не дошла шайба до Петрова. Федоров бросал к воротам. Чеверс поймал шайбу. И посмотрите, после того, как поймал шайбу, все-таки клюшкой ударил нашего Бориса Михайлова. Абонир Голиков отлично провел. Бабинов идет вперед Передача налево Михайлову Вот может получиться опасная атака У хозяев площадки Но сыграл уверенно очень Бабинов в обороне Петров бросок по воротам Шайба у Джерри Чиверса Александр Голиков выиграл единоборство у Коля Флера Сделал точную передачу Петрову И тот бросил по воротам Чиверса Братарь очень опытный Бег Сборная Советского Союза Действует молодежная тройка Демаева В команде НХЛ Пятерка Кларка Ирик Гимаев Из команды Салават Юлаев Воспитанник Валерия Никитина По-прежнему счет 0-0 Старик Старик Отвин Макдональд бросал по воротам Обратили внимание как Мышкин далеко выехал из ворот В таких ситуациях профессионалы действуют не столько прямолинейно Ясно, что не будет передачи, а бросок по воротам будет Поэтому вратари и Третьяк, и Владимир Мышкин, которые уже имеют опыт в наступлении против профессионалов Смело выкакываются из ворот и, как правило, шайба попадает в угол кипера Васильев Надет капустин Там перед воротами профессионалы очень опасны Внимательными надо быть и защитникам, и воротарю Мышкину Любой из них готов добить шайбу у ворота Бросок по воротам Мышкин отлично играет наш воротарь Ага, ухе, Эдгар Балдарис Чуть затянулся броском в желудках И профессионалы успели помешать ему бросить воротом Ковин Ковин Балдаров Семенцов Балдарис Смену составу Денис Котвин Пятый номер Вот соотношение бросков в первом периоде Сборная Советского Союза пять раз бросала Поворотом Команда МХЛ Все звезды Четыре Васильев Наша команда перемещениями старается запутать оборону соперника Но пока не получается Пока Идет равная игра Может быть больше Наши гостята в зоне соперника И было Несколько уже опасных бросков к воротам Джерри Чиверса Но счет по-прежнему не открыт 0-0 Мехлер Вот Гейни выходит к воротам Наши защитники Сумели выбросить Шайбу в среднюю зону Александр Воликов Нет, не получилось Атака Лифлер Пас назад Шайба выходит в среднюю зону Барбер По ходу матча Наша команда делает смену Вне игры Пока наши защитники Очень внимательно действуют на пятачке перед воротами И вот сейчас вы видели момент А Барбер Атаковал от борта А три игрока Нашей команды Готовы уже были подобрать Шайбу Смена состава Сборной Советского Союза Пятерка Петрова вышла на лед Защитники Первухин Беллидинов Александр Голиков Петров И Михайлов Вот в такой жесткой борьбе Проходит сегодня матч Надо повторить вбрасывание Савар Савар Михайлову неудобно было бросать Сходу поворот Петров Шайба не выходит из зоны Хозяев поля Савар вынужден прижать ее К борту Михайлов и Александр Голиков Готовы уже были Подобрать Шайбу Если бы ошибся Защитник Савар Очень опытный защитник Играет Монреаль Канадиенс Причем Специалист Как называют Канаде По убиванию Штрафного времени Как правило Когда Монреаль Остается В меньшинстве Тренер Выпускает Именно этого защитника На лед Пятерка Гимаева На льду У нас Она играет Хватит Пятерки На тратье Гимаев Да, свисток Арбитра Молчит Мне Показалось Что была Подножка Третье Георгий Шайба вышла из зоны сборной Советского Союза. Убрасывание будет в средней зоне. Нильсен с партнерами сборной НХЛ. У нас пятерка Виктора Злубкова. Воскресенье. Васильев. Пока идет несколько сумбурная игра со взаимными ошибками. Звучит сирена. Закончился первый период матча. Счет не открыт. 0-0. Перерыв. Мы продолжаем нашу передачу из Нью-Йорка, где начался второй период матча команд сборных НХЛ и Советского Союза. Счет по-прежнему 0-0. Второй период. У нас начала пятерка Владимира Петрова. Вот опасный момент около ворот Мышкина. Наш воротарь успевает накрыть шайбу. Команды НХЛ. На льду сейчас пятерка Перро. И ответная атака сборной Советского Союза. Александр Голиков идет вперед по левому флангу. Прострел вдоль ворот на противоположный фланг. Васильев решил отступить назад. Шайба уже Робинсон. Леклер. Шайба вышла в среднюю зону. Вне игры не успел Перро покинуть зону сборной Советского Союза. И тут же смена составов. И второй период команды начали в очень высоком темпе. По-прежнему сборная НХЛ придерживается тактики силового давления. Запирает сборную ССР в ее зоне. И не дает нашим игрокам возможность завязать многоходовые атаки. Которых по признанию одного из самых ведущих специалистов хоккея. Канадского и североамериканского хоккея Фреда Широ. Канадцы боятся больше всего. Но пока комбинационная игра не удается сборной Советского Союза. Не думается, что в сегодняшнем матче многое будет зависеть от того, у какой из команды останется больше сил. Защитник бросает поворотом Мышкина. Шайба уходит в среднюю зону. Нильсон. Сегодня почти все время. Хозяева поля применяют вбрасывание в ворота сборной Советского Союза. Проброс вбрасывание около ворот Мышкина. Скотти Боумен. Очень способный тренер. Как признают в Канаде по духу. Первооткрыватель. Любит оригинальные ходы. И еще не сторонник грубой игры. Собственно, Мариаль как раз отличается игрой не жесткая, не самая жесткая команда посреди клубов НХЛ. Робинсон. Фальмин. Постоянно в обороне. У хозяев поля два защитника. И вот сейчас просматривается попытка нашей команды оставить кого-либо из нападающих в средней зоне. Но очень внимательно действуют защитники сборной НХЛ. Смена составов произошла. Новый выбор. Это Ситлер. Он признается одним из лучших нападающих в НХЛ. И уже несколько лет входят или в первую, или во вторую команду все звезды НХЛ. На сбросе у них Ларк и Виктор Жлухтов. Бросок ворот от Мышкина, шайба не доходит до нашего голкипера. Бабина, Барбер, передача к Ларку. Ларк пошел вперед, его останавливает наш защитник Балдарис. Можно бросать поворотом, бросок из-под защитника, еще одна передача. Нет, шайба не дошла до Капустина, она у Ситлера. И вновь вбрасывание в зону сборной Советского Союза. Федоров. Проброс. Пятерка Ковина играет против пятерки Тратье. Котвин. Коварнаков. Да, интересно, что сейчас Чиверс прижимал шайбу за линии ворот и по правилам должен был быть наказан двухминутным штрафом. Но арбитр сегодняшнего матча, Ван Хеллеман, не усмотрел нарушений правил со стороны голкипера. Кстати, в НХЛ сейчас всего 10 главных судей. Принятые многие годы нумерации здесь теперь не придерживаются. Как признался Боумен, раз попали в число судей НХЛ, значит отличные арбитры. Несомненно, Ларри Робинсон один из лучших игроков этой серии. Великолепно играет в обороне и очень хорошо организует атаки своей команды и даже сумел забросить шайбу в ворота сборной Советского Союза. Это было во втором матче. Пятерка первой играет против пятерки Владимира Петрова. Вне игры вбрасывание в средней зоне. Жаль, конечно, что получил травму брат Александра Голикова, Владимир. Тройка Макаров и два брата Голиковых была одной из сильнейших в двух предыдущих матчах. Центральный нападающий Владимир Голиков забросил две шайбы в ворота сборной НХЛ. У нас четыре хоккеиста лишь добивалось успеха, по две шайбы забросили в двух предыдущих играх. Михайлов, Капустин, Владимир Голиков и одну шайбу в ворота хозяев поля провел Варнаков. Евгений. Евгений. Михайлов. И. Наша команда уже применяет прессинг в зоне соперника. Отлично сыграл сейчас Эбелилий Динов. В момент приема шайбы атаковал соперника. Флефлер. Бросок по воротам и Борис Михайлов, наш капитан, забрасывает первую шайбу в ворота сборной НХЛ. Отличный проход по правому флангу и я скажу вам неожиданный бросок нашего капитана. Еще раз посмотрите этот момент. Бег защитник команды НХЛ. Решил, что с такого угла трудно будет поразить ворота Бориса Михайлову. Как раз с точки сбрасывания бросал Михайлов по воротам. Итак, 1-0 впереди сборная Советского Союза. Система 23. Александр Голикар. 5 минуты 41 секунд. 5 минуты 47 секунд. 5 минуты 47. И Мокаров. Наша команда все чаще бросает по воротам. По-моему, первое удаление в матче. Вот он, Борис Михайлов, забросивший первую шайбу в этом матче. Я вам напомню, что в ничью эта встреча закончиться не может. Так как в случае ничейного исхода будет назначен дополнительный период до первой заброшенной шайбы. В общем, игра может продолжаться очень долго до тех пор, пока какая-либо из команд не выйдет вперед. Удаление в сборной НХЛ. Наша команда имеет численные преимущества. Капустин. На льду у нас пятерка Жлухтова. Хорошо проходит за ворота. На высокой скорости легко наша команда вошла в зону. Капустин. Бабинов. Капустин. Балдарес. Теперь можно не торопиться. Не точно играют наши ахутисты. И хозяева поля выбрасывают шайбу подальше от своих ворот. Васильев. Жлухтов. Передача бросок по воротам и Жлухтов направляет вторую шайбу в ворота сборной НХЛ. Наша команда сумела использовать численные преимущества. Отличная была передача Жлухтову, который находился на пятачке перед воротами. Давайте с вами посмотрим еще раз эту комбинацию. Вот Балдарес увидел Жлухтова, который на секунду смог освободиться от опеки соперников и точно направить шайбу в ворота Чиверса. 2-0. Впереди сборная Советского Союза. Напоминаю, что идет сейчас второй период матча сборных НХЛ и Советского Союза. Первый бой в этой серии на 7.44. Варнахов. Скворцов. Бросок. Покидает ворота Чиверс. Отбивает шайбу. Хорошая сейчас была скоростная атака нашей команды. Сальмин. Можно бросать. Это Белелит Дина бросал поворотом соперника. Вы знаете, я сказал, что можно бросать, а в последний момент подумал о том, что вот как раз можно было сделать передачу, потому что все хоккеисты поверили, что будет бросок поворотом. А если бы была передача, то, я думаю, могла наша команда добиться успеха. Какой штурм ворот сборной НХЛ. Троттье. Жиль. Бабинов. Бег. Голиков. Бросок поворотом. Шайба попадает в перрон. Еще один бросок. А где шайба? Да, Борис Михайлов имел отличную возможность увеличить счет, но спас хозяев поля вратарь Чиверс. Голиков сделал отличную передачу. И шайба попала в голкипера. Как только наша команда начинает быстро играть в пас, а сразу хозяевам поля становится очень трудно обороняться. Не спевают они за перемещениями наших нападающих. А-а-а-а! Хайба. Могода. Троттед. Валерий Васильев за задержку соперника. Сборная НХЛ имеет численные преимущества. Рукой задерживал соперника Васильев. Десять минут прошло с начала второго периода. Счет 2-0. Впереди сборная Советского Союза. Шайбы у нас забросили Михайлов и Желуктов в тот момент, когда мы имели численные преимущества. Бросок воротом. Шайба не дошла до Владимира Мышкина. Сматвержина бросился под бросок. Александр Воликов. Лефлер. Прижимает шайбу к борту. Первухин. Выбрасывание в зоне Мышкина. Плотвин. Нильсон. Передача бросок к воротам. Шайба проходит мимо. Она по-прежнему в зоне сборной Советского Союза. Передача Лефлеру. Мышкин. Молодец. Выручил сейчас команду. Был очень хладнокровен. Вновь шайба у хозяев поля. Лефлер идет вперед. Бросок к воротам. Шайба уходит в угол площадки. Котвин. Передача назад Лефлеру. Был очень хладнокровен. Был очень хладнокровен. Да, по-моему, будет удаление в составе теперь уже хозяев поля за неправильную атаку нашего воротаря. Удаляется кто-то из хоккеистов сборной НХЛ. По-моему, это Тратье центральный нападающий. Посмотрите, какая отчаянная борьба идет на пятачке перед воротами. По четыре полевых игрока в каждой из команд. Мешал явно Тратье действовать нашему голкиперу. Находился хоккеист сборной НХЛ в площади ворот. Посмотрим, какое решение примет Арбейтер. Решили удалить Мышкина за нарушение правил на две минуты. И сейчас кто-то из наших игроков должен влечь на скамейку нарушителей, отбывая штраф за своего воротаря. Тратье и Мышкин. Ну, что можно ждать в сегодняшнем матче, когда сборная Советского Союза впереди 2-0. И очевидно сейчас отбывает наказание Гимаев. Но через 22 секунды выйдет Василий. Так сказать, Арбейтер решил уравнять. Решил уравнять. Не давать преимущества нашей команде. Ну, идет большой спор. Продолжается. И руководитель делегации Сыч включился. Уколович, Тихонов. Наши трейлеры возмущены действиями арбитра. И так ясно, что Анди Ван Хелеман сейчас, по всей видимости, будет уже полным союзником команды профессионалов. Но независимо от результата хочется сказать добрые слова в нашей команде. Достойно представляю Советский спорт. Михайлов, Тихонов, Боскоколович. Знает русский язык. Является переводчиком. В нашей команде работает в прошлом профессионал. Работает в НХЛ. Еще продолжается спор. Поэтому наши не хотят начинать игру. Включат клюшки, но Сыганков успокаивает всех. Игра продолжается. Итак, четыре игрока. Сборный взбет. И на поле трое. Через 15 секунд на поле выйдет Васильев. Вот. Стальмин или наши защитники. Сейчас только надо выбросить шайбу в среднюю зону. 5 секунд, и Васильев выходит на поле. Выбрасывает выбрасывает шайбу. шайбу у Сальминга. Да. 2-0. Впереди сборная Советского Союза. На площадке по четыре игрока. В каждой команде. Напомню вам, что эти две шайбы были заброшены Михайловым и Луктовым во второй 20-ти минутке. Промброс. 6 минут 51 секунда до второго перерыва. 2-0. Впереди сборная Советского Союза. Сборная Советского Союза играет лучшей профессиональной сборной НХЛ. Фактически со сборной мира. Играют наши ребята очень собрано. И играют с такой отдачей. Что, к сожалению, мы такой игры не видим в играх на первенство Советского Союза. Аж жаль. Потому что действительно сегодня только хочется говорить самые хорошие слова. И не дрогнул и наш молодой Кимаев. Сегодня, наверное, особенно все радуются в пупе. Молодой депутант сражается на равных, ни в чем не уступая самым именитым Имышкин. Посмотрите, как отразил сейчас бросок шайба у Капустина. Желаю несколько охладить пыл соперника. Капустина отошел назад. Затем отдает Федорову. Федоров Пабинова и тут передача идет комбинационная игра. И вот Капустин опережает соперника и выходит к воротам. Бросок! Бросарь отбивает шайбу Балдереса. Балдереса отправляет шайбу Капустина направо. Сейчас атака не получилась. Шайбу выращивали среднюю зону. Опять бас туда к противоположному борту Стальмингу. Стальминг отдает Боси Хедоргу Тот Сильтона и вот Сильтон выходит с воротом. Вот Федоров его уже приживает к борту. Да, какая игра! Какой трудный напряженный бой! Но это ведь не первый, а третий выходит с воротом нашей сборной. Пас туда к площадке по Стальмингу промахивается но добавить некому. Опять атака. Пабинов подобрал шайбу отдает Федорову. Через 20 секунд на площадку выйдет Демаев. Сейчас Федоров отдает Балдоресу Балдоресу с воротом бросить не дают сбивает Балдоресу шайбу у Робинсона. Робинсон пасует налево Генни. Генни входит в зону соперника и здесь следует вперед. Смена в ходе встречи и вы по 5 игроков на площадке передачи быстренько отбивает шайбу тросе с роте за воротами его атакует тросе отдает Саваров Саваров бросает самосерство бросает по бросок и вот кто раньше опередит Братарь Чеверс выходит вместе из ворот и выбрасывает шайбу в среднюю зону она у Гемаева Гемаев уходит от игроков его атакующих но значит тут уйдешь моментально один прижимает Гемаева шайбу у Саваров и вот идут вперед профессионалы идут в зону идет команда звезд как ее здесь называют звезд НХЛ но звезды пока проигрывают 0-2 и 4 минуты и 52 секунды до конца второго периода 4-52 две шайбы заброшенные Михайловым и Жунцевым вывели советскую сборную в третьем матче вперед не играют наши лидеры сегодня Харламов Владимир Голиков но молодежь играет что называется от души вот так мы и не подозревали что в нашем хоккее говорили что появляются молодые силы что их много что их достаточно но не верили в то что так могут сыграть в таком трудном матче со всеми лучшими хоккеистами современного хоккея состатурного всеми лучшими мастерами могут сыграть на равных да еще с таким огнем этим пирамидом что Люба дороже смотреть атакуют опять профессионалы любой ценой изменить ход борьбы любой ценой забросить шайбу у нас шайба у Лефляра Глазковин опередил всех Дубрас пошел в зону прошел после на передачу спортову 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 и здесь ход пин ход пин опередил наших игроков а затем отошел назад бросает его на правой спортову 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 через зону и сейчас будет кресток проброс в зоне горда НХЛ Василий только посмотрел на своего соперника может быть другой в обстановке он бы поступил в другой момент иначе но сейчас не должны быть удаления вот посмотрите так силовой прием 4 минуты 18 секунд 12 раз бросили хоккеисты НХЛ по вороту Мышкина 11 раза спорная Советского Союза Шайбу Лефляра Лефляра преследует Михайлов преследует по пятам Лефляр отдает шайб партнеру и вот передача но здесь уже здесь уже пилилистинов Петров басует направо поскорее отдать шайбу партнерам может быть они находятся в выводном положении посмотрите борьба по всей площадке и правильные приемы и неправильные но идет силовые 3 минуты 45 секунд до конца встречи 2-0 в пользу сборной Советского Союза и вот Михайлов идет вперед нет а бойцы не удалось что я запихтировал положение вне игры Михайлов улыбается потому что вне игры не было это я вам точно могу сказать померьте мне на слово я стою здесь у самой синей линии напрасно Петров спорить не надо вот мы говорим что говорим что для нас самый важный чемпионат мира и наша сборная готовится к московским матчам и рассматривает эти игры этот турнир турнир вызова как проверку сил и возможностей своей команды перед чемпионатом мира у профессионалов иные задачи иные задачи иная цель они хотели доказать что они сильнее в мире ну что можно сказать по этому поводу ну играют они очень хорошо команда прекрасная словно нет выдающиеся мастера но в мире есть и еще команды которые могут украсить любой матч любой чемпионат в том числе и сборной Советскому Союзу и если канадцы хотят по настоящему соперничать то они должны включаться в чемпионат мира уже своим сильнейшим составом потому что преимущества перед европейским в том числе и главным образом перед сборной Советского Союза они не имеют вот вам на поле звезды и Стальминг и Робинсон и Лефлер и все идет борьба заканчивается второй период 3 минуты 4 секунды а счет 2-0 в пользу сборной Советского Союза так что чемпионаты мира только могут ответить на вопрос кто сильнейший потому что играть со своими студиями на маленьких по размеру площадках это не совсем равные условия да еще если учесть то если отливать ситуации очень сложно когда сейчас играют так уже видите по московскому времени это еще только ночь неудобно вот атакует канадская команда опасный момент шайба сброшена она у Тюменева Тюменева атакует было явное нарушение нет и в Ка товар товар у Красной Лики шайба у Тюмаева Тюмаева пойдет вперед сталкивается с соперником это поспием применил силовой прием но это же еще силовой прием применил Сталиков наши тоже отвечают и тоже делают это по всем правилам искусства 2 минуты 19 секунд до конца шайбу Макарова Макаров идет вперед рядом с ним Тюменев Макаров бросает в ротом Симмерс отбивает и добавить некому вратарь сборная накрыл шайбу да дух захватывает от этой игры такие скорости такие скорости какую же нужно иметь физическую подготовку чтобы так играть молодцы ребята Ковинская пятерка против пятерки Макс Дональда Фитлера и Гейни сбрасывает шайбу не выходит из зоны вот опять Ковин отошел назад отдаёт Кварцову Кварцов Гелендинову тот первую теперь наши вынуждают профессионалов атаковать хорошие передачи хорошие комбинации теперь должен Кварцов пробиться плотно Робинсон забрал шайбу сам идёт вперёд игрок умеет забивать но в этом убедили что просто Мышкин ловит шайбу аплодисменты нашему вратарю минута и 37 секунд да в таком матче дебютирует Мышкин и дебютирует достойно по воротам Мышкина было сделано 13 бросков и пока он защищает ворота превосходно ещё один классный вратарь в нашем хоккее столько можно приветствовать на решающий матч не побоялись наши тренера поставить дебютанта поставили и не ошиблись Мышкин воротам 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 Ленин Китлер Макдональд Савар и Стальвин хорошо по-русу пробовать наш бедро в четверку Бабинов наши стремятся отправить шайбу поточнее партнеру когда их атакуют у них всегда это получается вот Макдональд встает Стальвингу Стальвин бросает вперед Бедоров в хорошей форме Бедоров точная передача Голикову Голиков Михайлов Михайлов Петров идет вперед бросов пробил гиздали Голиков бросал вот шайбу перехватил Голиков пас направо Михайлову достаться от Маминову передачи много а бросить неудобно атака команды МХЛ Гейни конец борьба продолжается шайбу Петрова 35 секунд до конца второго периода выбросили наши шайбы это уже что-то из области вольной борьбы еще там продолжается спадка Стальвин любой сценой но мы это видели что сейчас пас рукой 22 секунды мы не раз с вами видели ну правда может быть не в таких ответственных матчах но видели что профессионалы проигрывать не любят и любой сценой вот вы видите момент столкновения Макс Дональда с Михайлов это что-то уже из области матчей 1972 года не любят проигрывать видимо третий период самый тяжелый будет для нашей сборной потому что уже будет брошено все наверное и судейство и так сказать игра мастеров звезд вот атака бросок Хэтверс играет с Тильдером и Лефляр с ними при первой возможности бросок следует поворотом 8-7 только не дать сейчас бросить выстоять и удержать этот счет 2-0 в свою пользу в этом втором периоде шайбу маловица сирена жалко и так 2-0 в пользу сборной Советского Союза эти две шайбы во втором периоде забросили Михайлов и Слуксов переливы переливы передачу из Нью-Йорка из Мэдисон Сквергардена о матче по хоккею шайбы между сборной всех звезд НХЛ и сборной Советского Союза третий период 2-0 впереди сборная Советского Союза эти две шайбы были заброшены во второй двадцатиминутке Михайловым на шестой минуте и на восьмой Жлуктовом Ну вы сами понимаете что сейчас самый решающий самый главный период Хозяева площадки сейчас видимо постараются сделать все возможное чтобы уйти от поражения будут непрерывно атаковать вот выходит новая смена и надо помнить что канадцы продолжают борьбу всегда до последней секунды встречи у нас на площадке Стариков Васильев Михайлов Петров и Гориков команда профессионалов Кэтверд Мильсон Лафлер Робинсон и Старвин три шведа Робинсон и Лафлер два игрока сильнейших и популярнейших здесь вот пока небольшое затишье все очень внимательно собрано 25 секунд сыгранно ну если вас интересует количество бросков Виктор Федоров и его помощники Урзеров очень внимательно сосредоточены вполне понятно в этом периоде может быть решается судьба кубка вызова шайбу Хэтверга бросают вперед только вперед Мышкину приходится накрывать шайбу рисковать нельзя лучше накрыть и остановить игру чем шайбу продолжать атаку бросает Сальвен хорошо сыграл Стариков вот он сам отверху бросил шайбу сам не видят шайбу борта шайбу бросает в среднюю зону она у Штрова Федоров отходит назад сдается и кубок выливу важна сроченными передачами не только выиграть время но и создать условия для партнеров по атаке а вот сейчас применяется прием и вот Хэтверг выходит порода пустя высох высох отбивает отлично и вот Петров опять идет вперед хорошо сыграл сейчас Мышкин Петров обыграл Нильсона ну что привычное дело на чем каратах мира играли против Нильсона и против Хэтверга и против команды так что противник этот известен вот вышел в бочи Дмитрий Рудье попадающий из Нью-Йорка Леандерса Шайбу Михайлова Михайлов пасует в центр но Рудье это он 20 номер пасует партнеру и вот идут вперед такие с НКЛ опасный проход бросок Вышкин открывает а подоспевший Пабинов отправляет Шайбу дальше Капустину Капустин спокойно отдает Пабину сейчас важно сыграть спокойно важно поточнее действовать две шайбы в запасе и вполне естественно надо выдержать этот нафиг наш отвечает с контратаками хорошая передача Балдарис звезды идут вперед Бабинов Бабинов в первом матче не участвовал но во втором и в третьем он доказал что он достойный игрок сборной хотя играл в сборной серьезной травмой Кларк пытается выйти вперед Федоров его опередил Федоров опередил Гэй не бросает вперед Макдональд слышал профессионалы выходят как можно чаще от опасной передачи к воротам но удачно у Макдональда Жлуптов ходил в дужку и вот Балдарис идет вперед перед ним Балдарис нет отвезти не удалось Гэй пошли на штурм ворот профессионалы на штурм ворот Мышкина Лисов не раздавал молодежь наша Лилизинов Первухин Макаров Ямаев и Тюменев против Кларка Макдональда Ситлера Робинсона и Савара Если вы помните когда наши футболисты играли в 72 году против форной Канады НХЛ мне посчастливилось вести репортаж об этом первом матче когда был развеян миф непобедимости канадских профессионалов тогда говорили профессионалы не в лучшей форме сейчас все они без исключения хорошо играет Мышкин все без исключения даже на странице в печати говорят о том что они в отличной форме что это лучшие в месяц их спортивные формы и действительно играют они очень сильно Макдональд действительно за то фронтом хорошо сыграл Первухин вот атака Кеменев была под ножкой но атака продолжает Кеменев отдаётся Макарову Макаров подходит назад спешить не надо профессионалы потеряв Шаев моментально отходят назад в своей синей линии встречаются применяя множество силовых приёмов и вот в контратаке но и наша оборона действует пока действует очень самоцвежно и внимательно играют защитники Кемаев Шайбу Макарова Макаров подаёт Кемаеву Кемаев проходит красный линии идёт влёд вот он выходит уже в зону бросать будет бросок получился несточный Кемаев опять забрал Шайбу передача нас пропустил Кеменев Шайбу в расчёте на наших защитников а защита была не готова не предполагала что так получится приходится начинать атаку сначала вышел Лефлер вышел Барбер вот Кварцов атакует но Кварцов выходит с воротом его вратарь пытался опередить и получил с воротом пусты надо бросить а бросить некому Ковин отбил на левый план Кабарнаков в этот момент вышел с воротом вот уже против Киров Ковин применил силовой приём борьба в зоне соперников хорошо играет сегодня наш таким задором таким темпераментом просто любо-дорого смотреть атакует сборная Советского Союза Горьковчане на поле Перро Перро пытался уйти не получил шайбу Старцова передача передача опаздывал бросок да какой момент шайба не вошла в ворота жалко такой момент и вот Лефлер большой мастер просто великолепно прошёл посмотрите решил сам индивидуально пройти к воротам что он отдаст шайбу отдал но здесь наши вот Ковин пришёл какой штурм сражается Барбер на хоккейном пидачке с нашими защитниками шайбу выбрасывают она в третьей зоне смена в ходе игры Ботвин пасует налево Робинсону Робинсон атакует наши хоккейсы и вот Голиков вместе с Кварцовым идут вперёд не получилось сейчас опять штурмует ворота сборная профессионала Лефлер бросает Мышкин играет превосходно игра остановлена 14 минут и 23 секунды до конца сегодняшнего впрочем ещё неизвестно третий период до конца третьего периода 2-0 впереди сборная Советского Союза мы ведём наш репортаж из Нью-Йорка из Медитон Свергардена о последнем третьем матче между сборной всех звёзд Национальной Лиги профессионального хоккея МХЛ и сборной Советского Союза сегодня третий и последний матч соперники выиграли по одному разу 4-2 сборная НХЛ 5-4 сборная Советского Союза третий матч решит судьбу пункта вызова как его здесь называют и вот до конца матча 14 минут 20 секунд сборная Советского Союза впереди 2-0 наши играют сегодня на редкость мужественно и на редкость дружно две шайбы были заброшены во втором периоде сначала Михайловым на шестой минуте затем Жлухтовым на восьмой 2-0 впереди сборная Советского Союза играет молодёжь играет превосходно вот Жлухтов в зоне выходит породом в лес угол вот отаку сэр Жлухтов отдаёт с бортером нескочное ответное наступление команды всех звёзд 12 минут 25 секунд до конца третьего периода 2-0 в бурже сборной Советского Союза канадцы профессионалы пошли в последний стурм они стали уже применять опасные приёмы бросок бросит или нет иначе опасный ринг промахнулся бросок ротом ещё бросал капустин атака но шайба опять у сборных Советского Союза и вот опять подвинт защитник опытник и мастер крылька и вперёд за собой своих парфюров или иначе шайба капустин и балдарис выходит вперёд сколько бы его отдать пас нет не успели какие скорости какой темп балдарис балдарис его опередил в товар смена в ходе игры всё время смена ещё одна атака хозяев поля товар идёт вперёд выходит с вороту бросок Ромов ещё бросок вдоль ворот шайба уже у Димаева он отправляет из тренилинии шайба в нашей зоне атака продолжается профессионалов Барбер и Чеменев борьба Чеменев уже применил футбольный приём выбраски шайба она у Димаева Димаев передает налево бас уед бросок гол футбольный прием забрасывает третью шайбу ворота всех пёс МХЛ профессионалов ну что дорогие друзья я могу сказать не знаю как закончится матч хотя верю что он закончится благополучно но такой игры от нашей команды такой волевой дружной такой целеустремленной бесстрашной я не видел хотя ещё на репортаже 21-го чемпионата мира по хоккею это игра играют против сильнейших профессионалов мира лучше нет нету лучше игроков товарищи вот здесь здесь на поле для Флер Робинсу здесь звёзды канадского хоккея о которых мы читали о которых мы видели о которых мы знаем они находятся в отличной спортивной форме и вот они уступают нашим футболистам 0-3 предпринимают отчаянные попытки чтобы изменить ход борьбы атакуют все идут с применением силовых приёмов жестоких силовых приёмов но играют наши отлично и вот контратака Тюменев и Сальмен да играют наши хоккеисты можно сказать со сборной мира сбрасывания в зоне мышкина самое приятное конечно что наша молодёжь которая выпустили Тихонов и Юрзинов в этот на этот ответственный третий матч оправдала надежды руководства полностью еще 10 минут 40 секунд до конца встречи 3-0 сборная Советского Союза впереди но еще раз хочу напомнить что мы знаем что профессионалы сражаются до последней секунды матча и конечно эта шайба заброшенная Балдарисом Балдарисом вот в этом периоде бросов родов она конечно должна сыграть свою положительную роль 3-0 вера в победу и сейчас время играет на нашу сборную но все-таки время вполне достаточно профессионалы понимают продолжают шкуру бороться мышкина удачно играет и Бабинов и Федоров вот сперро сперро и Федоров Федоров применил силовый прием а шайба уже вот опасная взамен тросок отлично ошибаться сейчас уже нельзя матч сегодня судит бригада арбитров НХЛ тросок породом гол Овин забросил еще одну шайбу бороться сборной НХЛ 4-0 9 минут 307 секунд до конца встречи 4-0 сборная Советского Союза выигрывает третью матч сильнейших профессионалов мира или зрители имеют возможность посмотреть еще раз этот момент Овин не стал разумывать а бросил так что Симмер ничего не мог поделать шайба в ворота четвертый раз зажегся красный сигнал за воротами профессионалов всех идет современного хоккея Лен Хайл на площадке четверка Нильцина играют она против четверки Петрова Нильцина бросает красную линию спасует направо с Кэтбергом шайбу подбирает Михайлов Михайлов идет вперед сквозь зону скорной Лен Хайл бросок воротом отбивает Симмер шайбу наших пас назад защитники выбрали не совсем позицию которую хотел Петров и шайба прошла к воротам Мышкина 20 бросков по воротам сделали профессионалы по воротам Мышкина и Мышкин стоит превосходно из 16 бросков только сделали спортсмены Советского Союза но из этих 16 бросков 4 достигли цели 4-0 в пользу сборной Советского Союза Михайлов Жлухтов по втором периоде Балдарис и Ковин в третьем поразили цель шайба побывала в воротах Шиверса если Шиверс не пропустил ни одной шайбы в матче с командой Крылья Советов когда играли наши крылышки он играл только один период то сегодня советские спортсмены четыре раза добили успех да интереснейший матч интереснейший сегодня судит Анди Ван Хелемон Клод Бекар помогает Леон Сикл арбитры НХЛ Бакшайба летит к Беку защитнику Нильсон Нильсон отдаёт товару товар кэку передача такой бросок быстро бросается молодец какая реакция и как защищают наши ворота посмотрите товарищи зрители как самотвертно и дружно играют молодцы молодцы не видели мы в этом году игры нашей сборной такого высочайшего класса такого подъема словом за это мы и любим нашу команду 8 минут и 17 секунд до конца сегодняшнего матча 4-0 впереди сборная Советского Союза Леон Стипел и Клод Бекар помощники главного арбитра Анди Ван Хелемон сейчас подним шайбу сбрасываем ростки отчим 4 игрока Нью-Йорка Эллендер много мы о них читали играют они хорошо но не лучше наших мастеров если мы называем все время звезды профессионального хоккея НКЛ то можно сказать что и наши звезды сверкают сейчас здесь в Нью-Йорке на стадионе Мэдисон в Квердкартене присутствии 17 с половиной тысяч каждый матч полный стадион каждый матч полный дворец 17 500 они видят игру высокого класса советской сборной но еще раз хочу что впереди у нашей команды особая главная цель и задача нас волнует подготовка к первенству мира подготовка к чемпионату мира и это хорошая игра хорошая проверка сил настоящая генеральная репетиция перед апрельскими матчами ну а что касается того что кое-кто из профессионалов из руководителей вот сейчас просите атака передача вот опасный апрельсин бросает где шайба умышкина молодчина просто молодец 7 минут 40 секунд да так вот кое-кто говорил здесь что эти три встречи чуть ли не главное событие сезона но все ж не будем с ними спорить североамериканский профессиональный хоккей сейчас намерен любой ценой поддержать свой несколько пожастнувшихся авторитет и вот предпринимались явные попытки поднять значение этих матчей выше чемпионата мира если хотят канадцы участвовать на равных пусть приезжают на чемпионаты мира в полном составе потому что даже на своем поле сражаясь изо всех сил так как они умеют они уступают хоккейстам Советского Союза 0-4 но внимание продолжаются атаки наши забрав шайба отвечает быстрыми контратакой макаров макаров уходит ворота прошел гол гол пятая шайба ворота команды всех звезд НКЛ команды сборных профессионалов национальной хоккейной риги 5-0 самое приятное что посмотрите еще раз эту комбинацию когда шайбу получил макаров вышел он с воротом играет он здесь прекрасно прицелился и бросил чимер только посмотрел 5-0 в пользу сборной Советского Союза 7 минут 16 секунд до конца матча полный разгром сильнейших звезд национальной хоккейной линии кто бы мог подумать что в физическом плане в физической подготовке наши хоккейцы имеют преимущество и выдержали эти скорости выдержали и сами предложили действительно такую ураганную игру что переиграли полностью команду хозяев поля да 6 минут 48 Варнаков Ковин Кворцов Первухин и Белелестинов играют у нас сейчас вот сейчас Варнаков применил силовой прием против Лефлеера вот Лефлеер идет вперед и теперь уже вопрос идти в зону нельзя был бы свисток положение не игры теперь уже престиж канадцев профессионалов заставляет атаковать чтобы забросить чуть одну шайбу в ворота Мышкина надо же так играть как сегодня играет Володя Мышкин 22 броска отразил 22 броска было сделано Мышкин сыграл отлично но атаки продолжаются и профессионалы предпринимают еще одну попытку прорвать оборону добиться успеха Шаева Петрова Петров подает Михайлову 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 в зоне хозяев поля походом подставил ключ в Гейне вот он 23 номер Петров бросает вперед до Оликова шайба не дошла и товар отдал ее в Гейне наши защищаются дружно сейчас будет удаление нашего игрока арбитр удаляет на задержку Михайлова команда хозяев поля имеет численное преимущество 5 минут 38 секунд до конца встречи 5 0 даже как-то не верится 5 0 в пользу спорной Советского Союза Борис Михайлов недоволен что он делает ничего Борис не страшно 5 0 команда руководимая капитаном впереди итак вбрасывание Фитлер Макдональд Лефлер Ботвин и Сальмен играют против Старикова Васильева Петрова и Голикова вбрасывание выиграли профессионалы бросок подвина высший ворот шайба летит с горителем К счастью все благополучно ни в кого не попало Фотвин один из лучших поговаривали много лет что он чуть ли не лучше Бобби Ора на Кубке Канады в 76 году мы видели этого защитника игрок действительно высокого класса вы видите сейчас количество бросков 22 броска сделали хоккеисты НХЛ ворот у Мышкина 17 ворота сборная 17 бросков сделала сборная Советского Союза но 5 шайб летело в ворота вот шайбу перехватил Голиков идет вперед входит в зону и бросает гол шестая шайба в воротах Сиверса 6-0 вот это как говорят фенесисты баранка вот это баранка 6 шайб в воротах хозяев поля Мэдисон Скверкарден просто обомлел в меньшинстве играя Голиков забросил шайбу 6-0 сборная Советского Союза впереди причем забросили шайбу когда наша команда была в меньшинстве 5 минут 14 секунд до конца встречи 6-0 Робинсон идет вперед ну что же после заявления в печати что сейчас фоккеисты все звезды находятся в отличной форме февраль месяц вот мы действительно видели команду высокого класса но уступающую сборной Советского Союза бросок наши сильнее теперь уже никто не сомневается что матч закончится в пользу сборной Советского Союза нам стало как-то поспокойнее хотя хозяева площадки продолжают наступление очень хорошо наши фоккеисты отбивая атаке отвечают контратаками и используют стоит защитнику где-то провалиться стоит где-то задеваться и следует бросок меткий бросок 6 пока безответных шайб Трофье отдает Жиль Жиль бросает мышкин отбивает 4 минуты ровно до финальной сирены борьба у борта Трофье Лук шайбу может быть кто-нибудь и бросит наверное бросит товар но наша защищает удачно вот Шлуптов Балдарис возводил шайбу надо подержать шайбу Михайлов руководит со скамейки нарушителей действиями своих партёров кричит держать держать шайбу важно подержать 3 минуты 40 до конца но 4-0 сборная Советского Союза впереди и на поле вышел капитан он и получил шайбу Михайлов пасует назад важно подержать шайбу передачу Макарову Макаров идёт на противоположный фланг такие скорости уже выдержать не могут лучшие профессионалы МХЛ Хочу напомнить Михайлов Жлухтов во втором периоде забросили две шайбы Палдарис Ковин Макаров и Александр Коликов ещё 4 в 3 6-0 сборная Советского Союза впереди 2,5 минуты до финальной сирены до конца сегодняшнего матча между сборной всех звёзд МХЛ сильнейших профессионалов мира со сборной Советского Союза вышел Ковин вот Саваров бросает вперёд Макдональд Макдональд бросает но Маишкин просто без труда легко забирает шайбу аплодисменты ему Кернах играет подпокойнее увереннее в пас комиссионном стиле вот этот бросок воротом здесь уже Сиверс ещё бросок профессионалы отбрасывают шайбу она у Кларка Кларк отдаёт Лефлеру но не лучшие звёзды профессионального хоккея ни Лефлер ни Кларк ни Робинсон не могут сегодня переиграть советских хоккеистов которые играют с таким подъёмом с таким настроением так собрано и точно что уже идёт минута и 40 секунд до конца матча 6-0 в пользу сборной Советского Союза и победа близка первую игру сборная СССР проиграла 2-4 ценой огромных усилий наши хоккеисты вырвали победу проигрывая 2-4 выиграли 5-4 во втором матче и вот в решающем третьем когда судьба приза решалась вот именно сегодня советская команда проявила себя во всём блеске минута 35 до конца до финальной серены 6-0 сборная Советского Союза впереди она выигрывает у сильнейших хоккеистов профессионалов последние попытки прорвать нашу оборону ни к чему не приводит действительно теперь уже задача наших хоккеистов действовать поспокойнее может быть не спешить отвечать более внимательно более точно контратаками но главное не упускать из виду профессионалов и так мы знаем что они сражаются до последней секунды матча сейчас уже не страшно минута 28 хочу сказать что по броскам 24 броска были сделаны поворотом мышькина и девятнадцатый сделали хоккеисты Советского Союза но 6 раз броски достигли цели вот Стариков отдает Варнакову Варнаков пасует на правый край Спортнову Спортнов в зоне перед ним Барбер Барбер атакует не скажу что очень верно но шайбу наших передача в борту бросить не дали Барбер седьмой номер из Филадель Битлай спасусь на право Левлеру положение вне игры пошла последняя минута сегодняшнего матча 59 секунд и я от всей души поздравлю вас любители спорта наши телезрители с великолепной победой советских судистов молодцы Ели Лизинов Первухин Балдарь Шлухов Капустин против Жиля Тростье Боси и защитников Бека и Стальминга поникли головы у наших соперников команда звезд никак видимо не рассчитывала что встретит соперников не только не уступающих им мастерстве но и превосходящих Балдарь Шлухов передачи Балдарь опять в зоне затем передачи Жлухов Жлухов налево Капустину не удалось бросить и вот опять атака хозяев поля Шайбу бросает зону сборной СССР Шайба сбрасывается она у Стальминга Стальминга атакует Капустин и Шайба опять перехватили наши Жлухов спокойно выбрасывает ее в среднюю зону Бэк ну что ж бросок последует может быть даже профессионалы забросят Шайбу вряд ли но время подходит к концу еще 12 секунд и прозвучит здесь в нью-йоркском Мэдисон Сквертгардене победная сирена которая возвестит об выигрыше сборной Советского Союза почетного кубка да победа великолепное достижение советского хоккея доказавшего доказавшего что наша команда сильнее звезд профессионалов НХЛ 6-0 в пользу сборной Советского Союза Михайлов, Жлухтов забросили две шайбы во втором периоде Балдарь, Сковин Макаров, Голиков в третьем 6-0 дружеские рукопожатия матч окончен на этом мы заканчиваем нашу передачу из Нью-Йорка из Мэдисон Сквертгардена передачи были организованы телевидением и радио Советского Союза сегодняшний репортаж вели Евгений Майоров и Николай Озеров Вот что писала пресса после этой игры Закончилась эпоха Канадцы больше не лучшие хоккеисты мира Мы отдали все силы но проиграли Сборная СССР одержала убедительную победу со счетом 6-0 и победила команду НХЛ в Кубке Вызова Разница в одну победу может казаться небольшой но после мандража в первой игре русские доминировали и развеяли все сомнения в том что они лучше по всем параметрам Оправданий этому нет просто наши лучшие игроки были хуже их Это уже не гипотеза а факт и нам придется с этим жить Это был триумф науки над искусством системы над индивидуализмом спартанских методов тренировок над сибористским образом жизни писала Монреальская газета Сборная СССР летит домой в ранге чемпиона хоккейного мира после того как сделала борщ из звезд НХЛ обыграв их 6-0 в финале Кубка Вызова и повергла Канаду в шок писал Sports Illustrated Вот что написала газета New York Times Команда НХЛ состоящая преимущественно из канадцев не могла поверить что с ней случилось Русские? Да они же начали играть только после Второй мировой войны и еще недавно носили шлемы танкиста вместо хоккейных Но неожиданная драма становилась все более логичной по мере течения третьего матча Игроки НХЛ не были способны ни двигаться быстрее русских ни делать такие же точные передачи ни удерживать шайбу В целом североамериканские СМИ хвалебно отзывались о советской сборной Михайлову вручили кубок вызова но уже в раздевалке боссы НХЛ его отобрали Собственность лиги должна храниться в музее зала славы в Торонто Обещали позже прислать копию но слова так и не сдержали В Канаде и США признали что это самое ужасное поражение звезд НХЛ и убедились в том что хоккей есть не только в Северной Америке но и за ее пределами Спасибо вам за просмотр Если вам понравилось это видео то ставьте лайки подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok